Всем привет! Сегодня мы будем с вами разбираться с тем, как устанавливать пакеты в системах, основанных на RedHut. То есть в прошлое занятие мы с вами возились с DPKG и с APT, это утилиты для работы с пакетами у нас в системах Debian, а сегодня у нас YUM и RPM, это утилиты, которые работают в дистрибутивах, основанных на RedHut линдексе. Будем с вами мы это все смотреть на самом таком популярном, наверное, RedHut дистрибутиве, это CentOS. Если смотреть по LPK-овскому экзамену, у нас тема 102.5. В экзамене может встретиться у нас три вопроса на эту тему. Задачи, какие ставят перед нами LPK-овцы, мы должны сделать все то же самое, что мы делали с Debian, то же самое сделать с RedHut. То есть научиться устанавливать, удалять, обновлять пакеты, обновлять всю систему, искать пакеты и брать о них детальную информацию, кто от чего, как зависит. Слайдик будет у меня всего один, я с самого начала вам покажу. Вместо DPKG у нас RPM, вместо APTO у нас YUM и некоторые дополнительные такие примочечки, которые мы посмотрим сейчас на практике. Вот он наш красивый CentOS и вот как в нем выглядит у нас терминал. Для начала повысим права для суперпользователя. Это здесь у нас команда SU, SuperUser. Ввожу пароль от SuperUser и работаю от него. Значит, тут у нас есть RPM. Тут у него название рекурсивное, RedHut Packet Manager или RedHut RPM. Точно так же работает у нас с Help, и мы можем посмотреть все, что он делает с пакетами, как обычно. Огромное количество он может делать различных вещей с пакетами. У него куча опций, вот вы видите. Он может работать и проверять пакеты отдельно, опции по проверке и по запросу пакетов. Отдельно у него есть опции установки, удаления, апгрейда и всего прочего. То есть это такая мощная утилита, но как я и говорил вам про DPTG, так же в CentOS у нас лучше использовать YUM для этого. Но мы так более-менее сейчас, чтобы разобраться, давайте с вами попробуем, посмотрим такие основные особенности RPM. Для того, чтобы нам с ним с вами по-человечески разобраться, давайте опять скачаем Webmin. Сейчас только у меня здесь сеточка пропадает почему-то периодически. Webmin.com напоминает у нас такое программное обеспечение, которое позволяет на базе веб-сервера создать админку ролей Linux сервера. Мы с вами в тот раз скачали дебовские пакеты для дебина, сейчас мы с вами скачаем, вы видите, RedHat, Fedora, CentOS, Suzy. Все эти дистрибутивы у нас используют RPM пакеты. Скачаем RPM. Преостановил я запись, потому что очень долго скачивалось. Сейчас скачалось. Переходим в домашнюю папку нашего пользователя User, в его папку закачки. Смотрим, что скачалось. Видим наш вебмен. Для того, чтобы установить его, используем RPM с ключом "-i", то есть install. Устанавливает обычно молча, ничего нам не показывает, поэтому добавляем такой ключик "-i", verbose, то есть показывает то, что ты делаешь. Набираю я в Web, нажимаю Tab, и он дополняется именем файла, потому что я в этот момент нахожусь в той папке, в которой находится файл, и он видит то, что я имею в виду. Нажимаю Enter. Нашел, посмотрел ключик, готовит пакет и видит то, что у нас CentOS ставит вебмен. Ждем чуть-чуть, не буду я останавливать для этого трансляцию, должен быстро установить. Вот и прекрасно, видите, вебмен установился, можно теперь зайти, вы видите, в браузер, и там админить наш, собственно, CentOS через вебмен. Но мы этим заниматься сейчас не будем. Для того, чтобы удалить вебмен, можно использовать ключ "-i", то есть "-i". И можно уже целиком пакет не писать, написать просто "-i", вебмен. Пробегается и удалился, то есть install и "-i", удалить. Для того, чтобы проверить в порядке или скачанный пакет, есть такая опция "-k", то есть "-ключ", проверить ключ. И тот же самый вебмен, давайте проверим. Видит то, что у нас ключик не в порядке, отсутствуют какие-то ключи. То есть я скачал какой-то файл, который, видите, он, ну, где-то что-то с ним не так считает наш RPM. Хотя я думаю, вебменами все должно быть в порядке. Можно проверить не просто ключ, а вообще состояние пакета. Для этого используется у нас опция "-v", verify. Тоже с ключом verbose. Open, допустим, SSH, clients. Клиент, найдешь так? Ну, давай так, clients. И он нам показывает, на какие файлы опирается пакет OpenSSH, clients. И вы видите, у нас слева точечки, то есть все в порядке. Сейчас давайте возьмем и отредактируем, допустим, user.r, вот второй сверху файл, bin.scp. Просто с вами как-нибудь навредим. Ну, вот, допустим, здесь я введу что-нибудь вот такое. Escape.zz, сохраняюсь. Снова проверяю пакет. И вот он нам показывает, видите, S, 5 и T у нас появились вместо второй точек. S это изменился размер, то есть size. 5 это изменилась подпись MD5, есть такая подпись. И T изменилось время редактирования файла. То есть он вот так вот нам показал то, что я навредил с SSH. Можно проверить версию пакета SSH. То, что я вот так сейчас взял и навредил, для SSH бесследно, скорее всего, не пройдет. Но ничего, у нас просто виртуальные с вами машины, и я могу баловаться сколько угодно. В реальности, конечно, так файлы редактировать не надо. OpenSSH, например, просто посмотрим. Информация OpenSSH. И видим то, что у нас есть вот такая вот версия SSH установленная. Можем получить больше информации. MinusQ это ключ Query, запрос. QI это больше информации у нас. И мы уже видим информацию об этом пакете, такую более подробную. Когда она была установлена в пакет у нас. Дата его сборки и описание, самое главное, что это за программка и для чего она нужна. У нас SSH протокол используется для удовлетворенного управления машинами, в частности. Можно спросить его, где документация по SSH. MinusQwery.Documentation.d. И он говорит то, что по SSH у него есть вот такое вот количество различных ритмей, лицензий, протоколов, описаний и так далее. Можно спросить его, где вообще находятся все установленные пакеты относительно SSH. То есть all. All packets. И он показывает, опять же, то, что у нас один пакет, OpenSSH, и вот он тут. LPIC нас просит еще рассмотреть следующие моменты. Есть у нас, значит, архив такой, вы видите, RPM. Это архив пакетный для RedHat и для тех систем, которые его поддерживают. Что, если нам нужно посмотреть, что входит в этот пакет и разобрать его, грубо говоря, на составные части. Для этого есть такая утилитка RPM to TPO. То есть RPM переделывается в CPIO. CPIO это такой формат Copy Input Output. Это и двоичный архиватор, и формат файла. То есть у нас сейчас возьмется RPM пакет и перепакуется в понятный для остальных систем архивный пакет CPIO. Пользоваться утилиткой нужно так. Мы пишем, собственно, название утилитки. Что мы хотим взять? Наш Webmin. Значок больше или стрелочка направо. И превратить его, допустим, в просто Webmin.CPIO. Только точка нам нужна. И видим то, что у нас теперь уже есть два файлика. И вот этот вот CPIO мы можем использовать в других системах. В принципе, это такой родной для Unix формат. В тему это не входит, но я давайте вам покажу. Есть такая команда less, которая может нам вывести содержимое файла в терминал. Так вот, мы можем воспользоваться этим less и посмотреть, что у нас входит в этот Webmin CPIO. И видим то, что это огромное количество различных файлов, скриптов и так далее, которые запускают в Webmin. Чтобы выйти из less, по-моему, Q надо нажать. Да, все верно. Ну, собственно, по RPM вы видели. Тут как бы особенной такой практики быть не должно. Это такая низкоуровневая утилита. Для работы с пакетами используется Ume, которым сейчас и займемся. Родной и понятный Ume у нас тоже понимает команду help. И он уже более по-человечески выглядит. У него меньше опций, меньше возможностей. И есть огромное количество команд проверить, очистить, выведить, удалить, получить информацию, вывести. Здесь у нас уже не какие-то коротенькие ключи, а полностью используются слова. И дополнительные опции, которыми он может пользоваться. Например, мы можем сказать Ume install. У нас уже стоит OpenSSH. Ну, давайте скажем SSH клиент. И вот он ищет, проверяет, видит то, что у нас уже пакет OpenSSH установлен. И у него последняя версия. Делать ему ничего не нужно. Если мы хотим удалить пакет, мы пишем ему Ume remove. Удали. OpenSSH клиенты. И он говорит то, что, ну да, могу и удалить, например. Давайте скажу ему, пусть, наверное, не удаляет пока. Можем сказать ему все-таки удалить, допустим, весь SSH. Ume remove OpenSSH. Давайте его целиком удалим. И он нам показывает то, что есть у нас зависимости. И поэтому вместе с OpenSSH он удалит еще OpenSSH клиенты, чтобы они просто так не болтались. То есть это умная утилитка, которая у нас позволяет и то, и то удалять. То есть он сам находит и разрешает зависимости. Я думаю, давайте скажем, чтобы тоже не удалял пока. Из интересного. Вы видели, когда я его просил установить что-нибудь. Где у нас был последний install? Ume install. Он сначала проверяет зеркала, базы и смотрит, что там находится. То есть вы видите, он нам не просто сказал то, что OpenSSH установлен. Он еще нам сказал то, что у него последняя версия. То есть в отличие от apt, где нужно перед тем, как что-то делать с пакетами, запустить apt-get-update и обновить информацию о репозиториях. Ume сам это все делает. Он сам обновляет информацию в процессе установки пакетов. Этим он и прекрасен. По репозиториям с apt-ами мы смотрели репозитории. У Ume немножко по-другому выглядят репозитории. И каждая репозитория у него лежит как отдельный файл. И лежат они вот здесь вот, в этих директориях. В этой директории EDC. Ume repost.di. В директории. Лист. И вы видите то, что у нас есть базовые репозитории и несколько еще репозиторий. Мы так подробно опять же не останавливаемся, потому что у нас LPG следующий экзамен. Будет уже подробная работа с этими всеми утилитками. Будем хорошо про них разбираться. Давайте глянем, например, основной. Выведем его содержимое в терминал. CAD, напоминаю, для этого используется. CentOS, допустим, Base, Repo. И что мы здесь видим? Дурацкий терминал у CentOS. Ничего не понятно. Вот этот шлифт неудобный очень. Пишет то, что это зеркало для подключения клиентов и проверки, собственно, статуса, какие есть, где пакеты. И показывает у нас то, что имя есть, собственно, у этого репозитория. И зеркала, где находится информация. Есть еще ключи, которые можно проверять, а можно и не проверять. То есть для того, чтобы проверить у нас, действительно, это этот сервер или нет. Если мы поставим gpg-чек в ноль, он проверяет включение будет. Соответственно, отдельно у нас есть зеркало для обновлений и отдельно для дополнительных пакетов. Вы видите. То есть такой формат. Если вы хотите сами добавить какой-то свой репозиторий, вам нужно вот в эту папочку дописать еще информации. Там что-то точка репо. И тогда у вас будет свой репозиторий какой-нибудь добавлен. Для того, чтобы обновить все пакеты, у нас используется команда yum-upgrade. Вот такая вот. И вот он видит то, что появились некоторые обновления. Пусть он их пока скачает и поставит. Мне не важно. Мы с вами сейчас еще давайте глянем вот что. Я с вами нахожусь сейчас в папке, по-моему, с даунлоудами юзера. Но ничего страшного. Есть такая утилита для скачивания пакетов yum-даунлоудер, которая позволяет нам скачивать пакет без установки. То есть просто, чтобы получить пакет из интернета. Пишется она. Не дождемся мы с вами обновлений. Давайте я пропущу этот этап. Пишется она так. Yum-даунлоудер. Так, а мы находимся в папке с репозиториями. Давайте перейдем, допустим, в папку нашего суперпользователя. Yum-даунлоудер и имя пакета. Например, OpenSSH. Да просто OpenSSH. Смотрим, что скачал. И видите, то, что он скачал нам и OpenSSH, и OpenSSH клиенты. Раньше нужно было писать yum-даунлоудер пробел команды Resolve. То есть разрешить все зависимости и скачать их тоже. Сейчас он сам просто командой yum-даунлоудер знает все необходимые зависимости и подтягивает их за компанию. И я как-то забыл вам показать то, что yum еще умеет искать пакеты. Но я думаю, это понятно. Search. Например, тот же OpenSSH. И он нам показывает то, что с OpenSSH есть вот следующие пакеты, которые, собственно, содержат в себе OpenSSH. То есть это такая доступная, понятная утилитка. Урок получился у нас короткий, но неудивительно. RPM и yum – это такие достаточно несложные утилитки. По ним есть подробный help. Позволяют работать с пакетами. Все это у нас пристегается на практике установка, обновление, удаление, разрешение зависимости. Все достаточно просто. Есть понятные ключи, с которыми работают эти программы. Я думаю, по ним нам 13 минут достаточно. Спасибо, что смотрели. Продолжение следует...